Численность населения Украины на 1 декабря 2019 года составила 37 миллионов 289 тысяч человек. Такие результаты переписи Кабинет Министров представил на пресс-конференции, сообщают СМИ. К сожалению, эта цифра не включает людей, постоянно проживающих за рубежом и на оккупированных территориях. Это количество людей, которые физически находятся на территории Украины, по состоянию на 1 декабря 2019 года, заявил министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет. По данным Государственной службы статистики, количество жителей страны в 2019 году упало на 230 тысяч 500 человек. По оценке ведомства, численность населения в Украине к 1 декабря 2019 года составила 41 миллион 922 тысячи 700 человек. В службе отметили, что темпы убыли населения увеличились по сравнению с 2018 годом. Так, с января по ноябрь позапрошлого года убыль составила 208 тысяч 824 человек. А численность населения к 1 декабря 2018 года была 42 миллиона 177 тысяч 579 человек. В Украине понизилось число рожденных детей до 286 тысяч 777 человек. Для сравнения, в аналогичный период 2018 года в стране родилось 312 тысяч 603 ребенка. На 100 умерших сейчас приходится 54 родившихся. Между тем вырос миграционный прирост населения. За 11 месяцев 2019 года в Украину въехали 16 тысяч 456 человек. А в 2018 году количество прибывших составило 13 тысяч 677 человек. При таких темпах сокращение населения ВВП не сможет вырасти не только на 40% за 5 лет, но и на 25-30%. В стране уменьшается число потребителей. Продажи основных продуктов растут только в деньгах за счет инфляции. Но в штуках и килограммах, то есть в натуральном выражении, объемы падают. Ситуацию могло бы исправить резкое повышение благосостояния, которое позволило бы украинцам покупать больше. Но этого тоже не происходит. Поэтому внутренний рынок схлопывается, что не только вынуждает отечественные предприятия сокращать производство, но и влияет на настроение потенциальных инвесторов. Если внутренний рынок с 50-миллионным населением это очень интересно, то 40 миллионов уже под вопросом, а 30-35 миллионов под большим вопросом.